Соответственно, сосульки растут и растут. В результате, ну, кончится это всё несчастным случаем. И вот кто потом за это будет отвечать, неизвестно. Жители дома на Верещаге на 52 уже который день с опаской выходят из подъезда. Мой головой настоящие ледяные глыбы. Из-за перепадов температуры они становятся только длиннее. Жильцы ходят по всем инстанциям, но пока дело не сдвинулось с мёртвой точки. При звонке в ЖЭК просишь убрать, они говорят, мы понимаем, мы знаем, ну, пока некогда, говорит, некому. Ну, вот, позвонили даже в МЧС, попросили помощи, они говорят, мы бессильны что-либо сделать, звоните, там, 083 служба. Туда позвонил, сказал, что у нас проблема, вот огромная сосулька висит, может кого-то убить. Там говорят, мы эту заметочку взяли и будем, как бы, работать с этим. Такая ситуация сейчас складывается во многих дворах и на многих улицах. Прежде чем проходить под козырьком крыши, лучше посмотреть вверх. Коммунальные службы вроде бы работают, сосульки, по заверениям контролирующих органов, сбивали даже в выходные. Но в понедельник ледяные наросты появились вновь. Кстати, о контроле. В Череповце четыре специалиста мэрии выявляют проблемные в этом плане дома. За сезон выписано несколько сотен предписаний. На самых злостных нарушителей составляют протоколы. Три таких отправлено в прокуратуру. Наказывать управляющие компании будут рублем. У них сейчас задействовано больше 45 бригад по очистке крыш. Значит, наша задача, как контролирующей организации, заключается в том, чтобы обезопасить пешеходов и автомобилистов. Значит, мы даем предписание управляющим компаниям там, где они не успевают сбросить, хотя бы огородить это место. Ограждения должны ставить, но не ставят. Во всяком случае, нашей съемочной группе такие не попались. Зря. Случайное падение куска льда на голову может обернуться трагедией. Врачи называют такие травмы одними из самых тяжелых. В нашем городе травмы связаны с падением сосулек, снега с кровью, когда случается очень редко. Но если они случаются, значит, это, как правило, тяжелая сочетованная травма. Это черепно-мозговая травма, перелом позвоночника, перелом конечности. И лечение таких больных, конечно, требует длительного времени, небольших материальных затрат. Чтобы избежать страшных последствий, специалисты советуют соблюдать простые правила безопасности. МЧС некоторых российских регионов уже предупредила жителей об опасности падения сосулек. По возможности, не стоит подходить близко к зданиям. А если вы слышите наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться и поднимать голову. В этом случае нужно быстро прижаться к стене. Тогда козырек послужит для вас укрытием. Также не следует оставлять автомобили вблизи домов, на карнизах которых образовались сосульки. В ближайшие несколько дней синоптики обещают очередной температурный скачок. Температура вновь приблизится к нулевой отметке. А это значит, что горожанам, коммунальщикам не стоит расслабляться.